Сейчас пойдем обозревать окрестности и я буду делиться всем, что знаю. По известной трагической причине проверка пассажиров перед посадкой в Нью-Йорк одна из самых-самых тщательных в мире. Долго, но зато безопасно. Мы не скандалили. Ну а вот на дорогах здесь не очень безопасно. Заметили, что люди запросто переходят дорогу на красный свет и никого это не волнует. Ну и как вы поняли, наша первая точка в этом путешествии стал Нью-Йорк. Я, конечно, заочно очарована размахом и жажду познакомиться с этим городом лично. Нью-Йорк – это крупнейший город в США, население которого на 2015 год составляет около 8,5 миллионов человек. И говорят, что примерно с этого года в Рунете нет правдивых данных о США, силу и госпезопасности. Поэтому я не рискнула брать данные за 2019 год. Самые дорогие квартиры в Нью-Йорке расположены на Манхэттене. Потом идет Бруклин и с небольшим отставанием Квинс. Большинство местных живут на съемных квартирах. И это вообще самая существенная трата в бюджете. А у малоимущих на это уходит 90% дохода. В Нью-Йорке существует всего 4 легальных повода для развода. Для измена, раздельное проживание более одного года, тюрьма и смерть. Чтобы развестись, нужно прожить отдельно один год и потом доказать это в суде. Впрочем, первое не обязательно. Нужно всего лишь нанять хорошего адвоката. А это Empire State Building. У него есть собственный почтовый индекс. А вы знали, что Индиана – это первый освещенный электричеством город в мире? А известно ли вам, что в Америке нет официально утвержденного языка? Вообще интересно разобраться во всем этом и послушать мою историю. Субтитры создавал DimaTorzok